МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Хакасии изъята крупная партия поддельного алкоголя, почти 100 тысяч бутылок. Оперативники не называют, в каких именно магазинах они продавались. Известно лишь то, что алкоголь реализовывали в мелких торговых точках Хакасии и юга Красноярского края. Среди поддельных напитков водка, коньяк и портвейн разных марок. Всего 46 наименований. Выручка от продажи всех запасов могла составить больше 12 миллионов рублей. Фирма, которая наладила поставку поддельного алкоголя в Хакасию, зарегистрирована 7 лет назад. И сколько контрафакта ушло на прилавки, еще предстоит выяснить. Лицам, замешанным в преступном бизнесе, грозит до 5 лет лишения свободы. Изъятый алкоголь передан на уничтожение в Росимущество. Также известно, что продукция поступала в республику с южных регионов. И вполне возможны новые уголовные дела. Судя по тем объемам, которые сейчас начинают всплывать, о которых идет речь, можно говорить о том, что это поставлено на поток. И возможно, что в ближайшее время мы с нашими соседями и с теми регионами, предполагаемо, где происходили сбыты, будем совместно проводить следственные мероприятия. И возможно, что это не только эти два человека будут входить в рамки уголовного дела. Помочь финансово строительстве спорткомплекса и разобретать с недобросовестными абаканскими коммунальщиками. Сегодня горожанам пообещал Виктор Зимин. Временно исполняющий обязанности главы республики совершил ряд рабочих встреч. Сначала с градоначальником, а затем с жителями Абакана. Подробности у Константина Кравцова. Глава республики по причине занятости редкий гость в стенах спорткомплекса. С интересом знакомится с большой стройкой. В роли гида лично Николай Булакин. Вот уже вырисовывается бассейн, олимпийский стандарт. 8 дорожек способен принимать 120 человек в смену. К осени стройка завершится. Глава республики делает заявление. Хоть комплекс и муниципальный, власти республики не намерены оставаться в стороне. Особенно в содержании дать средства, включить и на достройку третьего, третья очередь, да, правильно, если посмотрим. Я думаю, Курагенович, если сейчас на телевидение скажем, придется отвечать. В пределах 80-100 миллионов мы в республику вложим. Бассейн мы планируем сдать в августе-сентябре. И с этого же времени начнет работать новая, девятая специализированная детско-спортивная школа, муниципальная, по плаванию. Сейчас мы ведем работу с Федерацией плавания Российской Федерации по формированию тренерского состава. Для такого объекта нужны квалифицированные, даже маститые тренеры. Здесь и сейчас решить проблему требуют обычные горожане. На встрече жильцов жилого дома речь шла о ЖКХ. У людей традиционно много претензий. Я бы хотела поменять двор, потому что я считаю, что в нашем доме очень много появилось детей маленьких. У нас одна качеля, у меня самой трое детей. Я бы хотела, чтобы у нас дети играли. Они же придумали раз, групповые счетчики, то пусть нормально же делают. Вот я за воду, допустим, плачу, горячую, за холодную, а не мне столько же кубов по групповому. Это как так. Виктор Зимин пообещал людям помочь в решении проблем, а также заявил, не исключено, что добросовестных коммунальщиков, которым нет претензий от жильцов, уже в ближайшее время власти начнут поощрять налоговыми льготами. Это в республике станет новой практикой. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Одиночный пикет у дома правительства Хакасии. Игорь Соловьев, житель Устебакана, с плакатом на площадь сегодня вышел уже в третий раз. Таким образом, он пытается привлечь внимание властей и общественности к его непростым взаимоотношениям с работодателем Устебаканской птицефабрикой. Главным энергетиком на данном предприятии мужчина, отец семерых детей, работал с 2010 года. Тогда же, по его словам, начался конфликт с руководством. Якобы он отказался произвести незаконное подключение к электросетям, попросту воровать энергию. Его уволили под сомнительным предлогом. Мужчина обращался в суд, и суд дважды восстанавливал его на работе. Но после больничного руководство птицефабрики вновь отказало ему. 22 марта этого года я после болезни вышел на работу, принес больничные листы. Директор новый, их уже несколько директоров сменилось с этого времени, новый директор Башков Александр Алексеевич отказался принять больничные листы, не допустил меня к работе. Кроме этого, он выгнал меня с территории птицефабрики. Сегодня пикетирующий требует, чтобы его увольнение для начала оформили по всем правилам и выдали трудовую книжку. Тогда мужчина сможет начать поиски новой работы. Добиться этого Игорь Соловьев намерен с помощью прокуратуры. Туда уже подано заявление. Получить комментарий руководства Усть-Абаканской птицефабрики в течение всего дня нам так и не удалось. Тем не менее, мы готовы предоставить эфирное время, чтобы услышать позицию второй стороны. У энергетиков завершился самый сложный период года – осенне-зимний пик нагрузок на систему. Официальные итоги прохождения этого сезона будут подведены позже. А сегодня заместитель главы республики Андрей Новоселов побывал в Центре управления сетями компании, чтобы на месте оценить работу энергетиков, рассказывает Виктор Лушников. Центр управления сетями – одно из самых важных подразделений Хакасэнерго. Сюда поступает информация обо всех отключениях в энергокомплексе. Сиана отображается на дисплейном экране. На сегодня ситуация спокойная. Но этой зимой энергосистеме пришлось работать в весьма напряженных условиях. Хакасэнерго достойно прошли этот период. На сегодняшний день могу уже ответственно, как руководитель штаба по энергобезопасности республики Хакаси, сказать, что и по территории Хакаси, и по городам Сайногорска, Баган, Черногорск особых аварий не было. Если для населения республики зима прошла относительно спокойно, то энергетики постоянно находились в состоянии повышенной готовности. Особенно в период аномальных морозов в декабре и при ураганном ветре в начале марта. Тогда, напомним, ветер вызвал повреждения на линии электропередач в Абакане. Место порыва быстро обнаружили и за полтора часа устранили неисправность. Надо учесть, что вторая лица была 88-я линия под напряжением, определенные условия работы по безопасности, ну и сильный ветер. Этот случай показал, что на предприятии работают высококвалифицированные специалисты, готовые к любым сложным ситуациям. И все же для страховки в Хакас-энерго-республике есть 200 дизельных генераторов, от которых можно запитать социальные объекты и население. Такая станция пригодилась приисковым, когда там в начале марта шквальным ветром была сломана опора ЛЭП. Это позволило нам все-таки не остановить котельную и обеспечить теплом жителей. Мы дополнительно туда выдвинули две единицы дизель-генераторной техники и проводили восстановительные работы на линии. Работы осложнялись сильным снегопадом и сильными порывами ветра. Без преувеличения скажу, что работали энергетики самоотверженно. Для повышения надежности работы энергосистемы специалисты Хакас-энерго уже сейчас начали готовиться к следующему зимнему сезону. Проводят диагностику, ремонтируют и заменяют изношенное оборудование. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. В Хакасии завершается лыжный сезон. Завтра в Вершинитёе пройдет финальный этап Кубка Республики. Традиционно соревнования по лыжным гонкам начинаются в Хакасии в ноябре или декабре. Муниципалитеты сами определяются с датой его открытия в зависимости от снежного покрова. Затем проходят новогодние и рождественские соревнования. Официально открывается сезон. Закрытие обычно приходится на март. Так позволяет погода. Добавим, что возможно в будущем лыжный сезон Хакасии станет длиннее. Это связано с тем, что в Центре спортивной подготовки Вершинитёе по проекту предусмотрена специальная система оснижения. Она позволит продлевать лыжный сезон как минимум на две недели весной и осенью. Синоптики обещают подтепление в выходные. В субботу днем до плюс 7, а в воскресенье до плюс 13 градусов. Это в Абакане. А по республике будет еще теплее, до плюс 18. В связи с этим МЧС России по Хакасии предупреждает, на лед выходить крайне опасно. Такую информацию спасатели публикуют каждую весну во всех СМИ. Однако статистика показывает, без того, чтобы под тонкий лед не провалился человек, не обходится ни один год. Специально перед выходными мы пригласили в нашу студию старшего инспектора Центра ГИМС МЧС России по Хакасии Сергея Таболича. Он рассказал, какие водоемы наиболее опасны и что делать, если вы или кто-то рядом попал в беду. Смотрите далее ежедневную рубрику интервью. На этом информационный выпуск завершен. Берегите себя. Продолжение следует...